Добрый день! Вы смотрите итоги дня. Мы собрали воедино то, что посчитали наиболее значимым за прошедшие сутки. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В регионе усилен контроль за соблюдением антиковидных мер или как проходят рейды в продуктовых магазинах. Все районы Ульяновской области получили новые школьные автобусы. Ульяновская делегация приняла участие в 15-м международном форуме «Транспорт России». Без маски ни хлеба не купить, ни воды. В Ульяновске усилен контроль за соблюдением антиковидных мер. Рейды проходят ежедневно в точках массового скопления людей, включая продуктовые магазины. Только за этот год комиссия провела свыше 200 проверок торговых сетей. На что обращают внимание инспекторы, какой штраф грозит за нарушение требований, расскажет Александра Никитина. В эпоху антиковидных требований входная группа продуктовых магазинов напоминает своего рода таможню. Легальный путь до прилавка обеспечивает наличие маски, а также процедуры термометрии и обработки рук. Проникнуть в супермаркет зайцем больше не получится. За соблюдением антиковидных мер следит и персонал магазина, и выездная комиссия. Работаем мы самым по жалобам населения. Приходят жалобы, мы отрабатываем эти жалобы. Ездим по всем адресам, по всему городу. Также там приходят материалы от управления надзора, губернатора Ульяновской области. То есть мы оставляем и по этим материалам тоже протокол. Также управляем в районные суды, в областные суды. Чтобы дело не дошло до суда, супермаркет должен быть оснащен рециркуляторами и термометрами. На кассах установлены защитные экраны, а при входе в магазин – антибактериальные коврики. Если к соблюдению этих правил вопросов нет, то к масочному режиму до сих пор остаются. Есть случаи, они у нас зафиксированы в органах полиции, что не всегда покупатель адекватно реагирует на это. Есть такие трения. Поэтому личному составу очень тяжело работать. Это люди, каждый со своим характером, со своими эмоциями. Здесь важно помнить, что соблюдение масочного режима, а не прихоть персонала магазина, а требование, установленное исполнительной властью. Такая мелочь, как маска, может спасти вас или окружающих от инфекции. Чтобы снизить риск заболеваемости, подобные рейды будут продолжены. Александра Никитина, Данил Сурков, Улправда ТВ. Бумажный сертификат о вакцинации с 16 ноября можно распечатать во всех МФЦ Ульяновской области. Документы смогут получить как граждане, зарегистрированные на госуслугах, так и не имеющие учетной записи. Подробнее в материале Ринаты Алиуловой. В МФЦ появилась новая строка услуг при приеме граждан. Связана она с получением сертификата о вакцинации. Если раньше документ можно было получить только электронно через госуслуги, то теперь за бумажным вариантом можно обратиться в любой из центров моей документы. Новая услуга актуальна прежде всего для граждан без учетной записи на портале. Соответственно обращаются к специалистам в окна приема. Для этого они заполняют заявление со своими персональными данными, паспортными данными. И данные снился. Новая услуга сейчас одна из популярных в многофункциональных центрах региона. За распечаткой и восстановлением пароля на госуслугах приходит порядка 30% от всех посетителей. Так, в первые дни в офисе Майдокументы на Соседателе 17А услугой воспользовались больше 400 человек. На каждого отводится порядка 10 минут. Отлично, отлично. Я был поражен обслуживанием. Честное слово, был поражен. Я хотел жену записать. Вот сейчас позвоню, чтобы она тоже пришла сюда. Ну то есть она думала, что здесь очереди большие. Но здесь, видите, я не успел прийти, мне уже все оформили. В Амфоцена Соседателе также делают прививку. Пункт вакцинации здесь работает с 11 мая. Привиться можно в будни с 11 утра до 6 вечера. До сегодняшнего дня у нас было очень много людей. Мы прививали здесь до 100 человек и даже больше. А сегодня вот пришли сюда и у нас тихо. Спутник Лайт, вакцина закончилась. Все ее просят. Они все идут на ревакцинацию. Вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет. Собо необходимо захватить паспорт и снился. Вакцина первая. Решил вакцинироваться, потому что решил позаботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих людей. Не смог попасть в поликлинику. Здесь, как оказалось, все довольно удобно. Близко к дому. Очереди нет. Прививочную кампанию также продолжают вести в поликлиниках по месту жительства. К слову, именно государственные учреждения здравоохранения занимаются оформлением сертификатов о перенесенном заболевании. В частности, данные о положительных ПЦР-тестах пациентов вносятся в федеральный регистр переболевших. Когда пациент выздоравливает, то есть у него мазок отрицательный приходит, тоже поликлиника приезжает, берет мазок, он отрицательный, информация врачу поступает. Данные о нем вносятся в федеральный регистр переболевших. Когда он получает отрицательный мазок, в информационных системах, в случае его болезни закрывается, информация автоматически передается на портал госуслуг и формируется сертификат. В случае, когда пациент обращается за помощью в частной клинике, данные о перенесенном заболевании в регистр не попадают. Чтобы получить документ и QR-код, такому пациенту необходимо предоставить участковому терапевту результаты ПЦР-тестов. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ. Не все дети имеют возможность доехать до школы с родителями на машине, а в сельской местности этот вопрос особенно актуален, так как ученикам приходится добираться до образовательных учреждений в соседних населенных пунктах. Поэтому теме школьных автобусов особое внимание. Виктория Черкова продолжит. Новый год еще не наступил, но ульяновские дети уже начали получать подарки. Теперь сельские и деревенские ребята будут ездить в школу на новых автобусах. В этом году выделено 47 машин. Оранжевые пазы и газели готовы отправиться в районы Ульяновской области. Это данные школьные автобусы. 22 муниципалитета Ульяновской области. Практически все. Это Барышевский, Вишескаймский, Инзинский, Новомоклинский, ну и все остальные. Одна из газелей поедет в село Старые Маклауши. В этом населенном пункте есть школа, в которой учатся полсотни детей. Их надо привозить из отдаленных уголков Маинского района. Например, из сел Чуфарова, Новые Маклауши, Черекеева и поселка Труд. Это не первый наш автобус. Это уже на моем счету четвертый автобус. У нас еще есть один автобус ПАЗ-32053-70. То есть у нас сразу одновременно два автобуса выезжают в разные маршруты. Нам достаточно транспорта. Дело в том, что у нас до этого был автобус ПАЗ-32053. Мы его поменяли в этом году на ГАЗ-32053 для того, чтобы... Ну, у нас численность детей сокращается, поэтому... В Ульяновской области функционирует 422 школьных маршрута. На них работает более 280 автобусов разной вместимости. Сотрудники регионального министерства просвещения и воспитания каждый год проверяют, хватает ли транспорта для подвоза учащихся. Если машин оказывается недостаточно, то специалисты министерства отправляют заявку федеральным коллегам. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. В Москве проходит 15-й международный форум и выставка «Транспорт России». Мероприятие посетила ульяновская делегация. Слово Валентине Никоновой. Делегация Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских посетила 15-й международный форум и выставку «Транспорт России в Москве». Транспортная неделя 2021 – это главное отраслевое событие страны, в рамках которого состоялся целый ряд мероприятий по проблематике транспортной отрасли. Форум ежегодно проводится Министерством транспорта Российской Федерации и демонстрирует лучшие достижения отрасли в стране. Наша команда, которая сегодня здесь работает, перед ней поставлена очень амбициозная задача – провести переговоры практически по всему спектру направлений, которые мы реализуем в регионе. Прежде всего, конечно, это развитие дорожной инфраструктуры. Перед регионом стоят задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. До конца 2024 года не менее половины сети областных дорог и не менее 80% дорог Ульяновской городской агломерации должны соответствовать нормативным требованиям. Поэтому наша задача сейчас – сверить часы с Минтрансом, с Росавтодором, подписать необходимые соглашения, в соответствии с которыми в следующем году Ульяновская область получит дополнительные средства на выполнение всех мероприятий. Кроме этого, запланированы встречи с авиакомпаниями, которые летают из Ульяновска в разные города нашей страны. По итогам 2021 года Ульяновская область достигнет показателя более 500 тысяч авиапассажиров. Наибольший показатель для нашего региона составлял 600 тысяч пассажиров, перевезенных авиакомпаниями еще во времена СССР. Мы ставим перед собой амбициозную задачу уже в 2022 году перевезти не менее 550-570 тысяч. Поэтому нам важно сохранить и ту маршрутную сеть, которая у нас есть. Кроме этого, также мы планируем дополнительно несколько рейсов открыть в 2022 году. Вот этой работой мы здесь и занимаемся. На транспортной неделе был проведен еще ряд успешных деловых встреч. Диалог с Федеральным агентством водных ресурсов был посвящен работам по расчистке русла Свияги. Встреча с руководством ОАО РЖД касалась сохранения пригородных железнодорожных перевозок. Другие встречи ульяновской делегации были направлены на привлечение дополнительных средств в регион, сохранение и утверждение обязательств и лимитов, определенных для Ульяновской области в государственных программах и национальных проектах. Валентина Никонова, Оллправда ТВ. На Всероссийском селекторном совещании партпроекта «Новая школа» обсудили поправки фракции «Единая Россия» о включении в федеральный бюджет субсидий на ремонт общежитий вузов. Для Ульяновской это актуально и значимо, так как в регионе расположено несколько университетов. И у всех них есть студенческие общежития. Кроме того, есть еще и семейные общежития. Реализация проекта позволит сделать проживание студентов более комфортным, а значит, и создать условия для качественного получения знаний. Ульяновская область вошла в число регионов-лидеров композитной индустрии. Напомним, в регионе работает более двух десятков предприятий, выпускающих продукцию из композитов. Губернатор Алексей Русских выступил на пленарном заседании девятого форума «Композиты без границ». Сейчас в Ульяновской области работает 23 предприятия, которые готовы налаживать внутреннюю кооперацию в сфере композитных материалов. Почти все показывают высокие коммерческие показатели и наращивают темпы производства. Ульяновская область оказывает финансовую, инфраструктурную и налоговую поддержку таким предприятиям. Учитывая то, что у композитного отрасли есть очень серьезные перспективы, мы сфокусировали в том числе и корпорации развития Ульяновской области, которые у нас активно работают. Сфокусировали свое внимание именно на предприятиях, которые ульяновские представители именно композитного отрасли. Безусловно, драйверами явились, как я уже сказал, завод «АэроСП» и, собственно, на его площадях компания «Аэрокомпозит», которые пускают, узнают сейчас комплектующие, и крылья с контрплана, и оперения для самолета МС-21. За ними потянулись другие инвесторы. Алексей Русских пригласил компанию из отрасли композитов к сотрудничеству. Очень рады всем инвесторам, если присутствуют здесь вот эти два таких классовых производства. Очень рады вас видеть для себя. Отвечаю, что весь пакет мероподдержки будет максимально реализован. На форуме предприятия «Аэрокомпозит Ульяновск» было отмечено как одно из ведущих в своем кластере. Сегодня завод участвует в нескольких важных проектах, загружен на 100% и постоянно развивается. Основная задача предприятия – выйти на максимальные серийные выпуски в ближайшие три года. Два основных проекта – это, естественно, крыло и центроплан для самолета МС-21 композитные. Это то, что текущий операционный проект. И второй проект – это совместный российский-китайский проект самолет СР-929. Это тоже крыло для самолета. Значит, если по МС-21 мы находимся на этапе серийного производства, сейчас собираются первые серийные комплекты, то по проекту СР-929 изготавливаются прототипы, идет отработка технологических процессов. Компания «Вестас» также развивается быстрыми темпами. Предприятие производит композитные лопасти для турбин, ветрогенераторов и успешно работает в Ульяновской области уже несколько лет. Сотрудники предприятия обладают высокой квалификацией, что позволяет им проводить обучение процессу производства лопастей на предприятиях Европы и по всему миру. На сегодняшний день наш завод, который находится в Ульяновской области, он не только обеспечивает продукцией всю линейку российского заказа, но в том числе отправляет лопасти на экспорт. Вот мы в 2020 году из Ульяновска послали в Данию 48 лопастей, собственно говоря, в Европейский центр сердца ветроэнергетики. У нас есть возможность расширять наше производство, расширить линейку, начать производить новый тип лопасти в Ульяновске. Мы находимся в переговорном процессе. Корпорация развития Ульяновской области уже приступила к формированию новых площадок под развитие действующих производств и для размещения новых резидентов. В рамках девятого форума «Композиты без границ» лучшие представители композитной индустрии получили заслуженные награды. В их числе компания «Гален» из Ульяновска. Мы рады данным признанием, как я всегда говорю своим сотрудникам и партнерам, контрагентам. Это только лишь начало. Это не впервые, но каждый раз появляется дополнительная мотивация и становится лучше и лучше. На самом деле наши успехи, в последнюю очередь, я бы сказал, в первую очередь связаны с тем, что мы релацировались в Ульяновскую область. Во-первых, А – это поддержка региона, Б – это высококвалифицированные кадры, «Ц» – это великолепное помещение, в котором мы можем развивать нашу инженерию, технологию и масштабировать наше производство. Это, собственно, и является нашими целями на ближайшие 3-4-5 лет. Участие Ульяновской области в девятом форуме «Композиты без границ» позволило обменяться опытом с профессионалами отрасли и еще раз заявить о себе как о лидере в сфере композитной индустрии. Валентина Никонова, Оллправда ТВ. Продолжается обсуждение бюджета Ульяновской области на 2022 год. Напомним, что главный финансовый документ региона имеет социальную направленность, а также среди ключевых задач отмечается оздоровление бюджета и снижение долговой нагрузки. Ведется активная работа с инфраструктурными проектами. Получены средства на строительство корпусов под новые предприятия. В бюджет пойдут арендные платежи и налоги. Также это новые рабочие места. Будет продолжена работа в вопросе получения федеральных средств по заявленным проектам и участию в максимальном числе программ. Представители различных политических партий в общих чертах поддерживают бюджет. Однако есть и критика. Причем она конструктивная. Среди того, где наблюдается большой дефицит, безусловно, это и транспортное обеспечение, это и расселение из аварийного жилья, и переселение детей-сирот. Но мы надеемся на значительную помощь из федерального бюджета, который обещает поступить уже в декабре, и в феврале будут внесены изменения. Что касается транспортного обслуживания, безусловно, комитет выработал свои рекомендации об увеличении финансирования как и пригородных маршрутов, и школьных маршрутов, и выделения средств на обновление подвижного состава, продолжения и исполнения в полном объеме лизинговых платежей. В целом программа мероприятий первоочередных составлена, и по транспортному обеспечению составляет порядка 1,2 млрд рублей, а по сфере строительства порядка 400 млн рублей. Изменилась структура формирования бюджета на следующий финансовый год. В первую очередь хочу отметить, что заработные платы работникам бюджетной сферы заложены полностью на весь год. Один в половину месяца заложена структура бюджета. Второе. Нужно отметить, что финансирование ОНО и фондов сократилось на 50%. Франция КПРФ неоднократно на этом акцентрировала внимание работников правительства, и мы рады, что правительство и финансовый блок нас услышали. От беседы об экстремизме до спортивных и православных тем накануне благочинный Жадовского монастыря руководитель бойцовского клуба «Пересвет» иеромонах Тихон провел небольшое просветительское турне по образовательным учреждениям рабочего поселка Жадовка. Батюшка побывал в сельскохозяйственном техникуме в средней школе, встретился с ребятами и обсудил насущные вопросы. Далее расскажет Дмитрий Гурин. В Жадовском сельскохозяйственном техникуме проходит месячник по профилактике экстремизма и заодно месячник спорта. На протяжении всего этого времени с ребятами проводят беседы, политики, силовики, общественники. Вот теперь настала очередь и духовенства. С первых минут своего общения со студентами отец Тихон дал понять, что они и такие же ребята – основная цель вербовщиков террористических организаций. И здесь нужно держать ухо востро. Главное, если проблема возникла, не оставаться с ней один на один. Поэтому всегда надо думать, иметь все мнение, советоваться с близкими, с своими. Это очень важно. Потому что, ну, не понимаешь, со стороны легко, но когда зачастую подпадаешь под такой гипноз, кажется, что там все против тебя, и молодому человеку тяжело выбраться. Поэтому, конечно, если, ну, дай бог, там, в жизни у кого-то будет такая ситуация, не стоит на это вестись. Также батюшка привел несколько примеров из своего жизненного опыта, когда завербованные люди очень плохо заканчивали. После чего беседа пошла на более приятную спортивную тематику. Несколько студентов жадовского техникума занимаются в спортивном клубе «Пересвет», работающем при монастыре. Но этого мало. Батюшка пригласил ребят чаще посещать клуб и активнее заниматься спортом. Тем более, что положительные примеры в техникуме есть. Двое выпускников этого учебного заведения стали кандидатами в мастера спорта. А вот Владимир Алексеев не только стал мастером спорта по ММА и боевому самбо, но и действующим профессиональным бойцом промоушена АМС «Файт Найтс». Это все должно, безусловно, стимулировать ребят приходить в спортивный зал. Разговор получился непродолжительным, но насыщенным. А вот уже в Жадовской средней школе отца Тихона ждали на литературную конференцию. Тема – икона в произведениях XIX века. Максим Горький, Лев Толстой, Михаил Булгаков. Все эти авторы в своих трудах рассказывали об отношениях их современников к иконам. И какой смысл образы приносили в их жизнь. Как только очередь доходила до рассказа одного из авторов, ребята зачитывали фрагмент произведений, где упоминались иконы. Умывается наскоро, сердит и фыркая. И, не смыв раздражения с большого, измятого сном лица, встает перед иконами. Андрей, я тебя благословлю образом. А ты обещай мне, что никогда не будешь его снимать. Обещаешь? В свою очередь, отец Сихрон рассказал старшеклассникам историю возникновения икон. А главное, какое значение они имеют для православных. Напомнил, что главная святыня нашего региона хранится неподалеку, в Жадовском монастыре. Но Господь, Матерь Божия, святые подники, через свои вот эти вот лики, через иконы являют множество милости Божией на людям. Вот одна из таких икон, это наша святыня, Жадовская, Казанская икона Божией Матери, чудотворная. Чудес, которых через этот образ совершено, их не счастлив как в прошлые времена, так и настоящие. Потому что Бог, он и вчера, и сегодня, и в веки один тоже не меняется. По окончании встречи обе стороны выразили единое желание, чтобы такие мероприятия проходили чаще. Дмитрий Гурин, ведя студию Барышской епархии специально для Уллправда ТВ. 95 лет в нашей стране действует Всероссийское общество глухих. Ульяновское отделение отметило свой юбилей 19 ноября на сцене ДК Киндзяковка. На репетиции концерта побывала наша съемочная группа. Без пяти век столько существует в Ульяновской области отделение Всероссийского общества глухих. Подготовка к юбилею началась задолго до значимой даты. Генеральная репетиция прошла на сцене Дома культуры Киндзяковка. Когда смотришь на этих особенных людей, понимаешь, что у них безграничные возможности. Среди инвалидов, по слуху, много танцоров, исполнителей песен на жестовом языке, спортсменов. Во время репетиции они буквально зажигали на сцене. Поражаешься их жизнелюбию, силе духа и оптимизму. Среди них есть и те, кто прославил нашу область на международном уровне. К примеру, супруги Руслан и Ольга Шарафиддинова. Они со школы профессионально занимаются танцами. Оба закончили УЛГУ. Руслан стал работать инспектором в региональном отделении общества. В свободное время помогает своей супруге. Ольга – руководитель хореографического ансамбля. Мы танцуем уже давно в школе, когда мне было 14-15 лет. И супруги тоже. Мы ездили на всероссийские, на международные, ну, конечно, и областных фестивалях. Все знают, наверное, я думаю, что, надеюсь, в одну. И детям тоже мы даем, что с танцами не все могут танцевать нарушениями слуха. Но все-таки отдавить от того, какой руководитель. В юбилейном вечере участвовал не только молодежь, но и ветераны общества. Являюсь председателем Совета ветеранов. Работаю вместе с глухими. Проводим различные мероприятия. Туристические поездки организовываем. Обсуждаем разные темы. В другие города мы выезжаем. В Казань, в Самаре были, в Ишкар-Ала, в Саранске. Выезжали с концертной программы в другие города. Маргарита Ивановна Васина, которая в беседе с Зинаидой Алексеевной выступила в качестве переводчика жестового языка, более 20 лет возглавляет Ульяновское отделение Всероссийского общества глухих. Она всем сердцем болеет за своих подопечных. Помогает им всем, чем может. Сейчас мы открыли Центр социокультурной реабилитации инвалидов по слуху, Центр сурдопереводческих услуг, который оказывает помощь и сопровождение инвалидам по слуху во всех областях их жизни. Это участие и в судах, и в медицинских учреждениях, и бытовые вопросы решаем, трудоустройство. Это очень важно для них. Как отметила Маргарита Васина, сегодня в региональном отделении Всероссийского общества глухих зарегистрировано 1116 инвалидов по слуху, слабослышащие и глухие. Все, кто хочет пополнить ряды общества или нуждается в консультации, могут обращаться по телефону 320956. Также можно прийти в консультационный центр на Минаево-10. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ. По информации синоптиков, 20 ноября ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Днем столбик термометра удержится на около нулевой отметке, ветер южный 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30, 20, 30, 30, 00, а также на нашем сайте. До свидания.